Здравствуйте! Как всегда, вот время по вторникам. В эфире телерадиокомпания «Щелкова» программа «Диалог». С вами я, ее ведущий Сергей Дадык. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моей сегодняшней гости. А в гостях у меня сегодня начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации городского округа «Щелково» Татьяна Васильева. Здравствуйте, Татьяна Борисовна. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Татьяна Борисовна, я вот посчитал, обычно у меня гости с завидной регулярностью появляются в эфире, скажем так, раз в год, но иногда чуть реже. И мне кажется, совсем недавно вы были, может быть, чуть больше года назад, потом посмотрел, уже два года прошло. Наверное, что-то многое изменилось за эти два года. Ну, по крайней мере, в работе отдела. Каковы приоритеты сейчас, скажем, по сравнению с тем, что было год назад, два года назад? Ну, юридические основы работы отдела, они не поменялись. Также отдел создан в администрации городского округа с целью исполнения государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних. Конечно, нынешний сумасшедший ритм жизни меняет приоритеты в нашей работе. Какие-то проблемы отошли на второй план, появились новые риски, новые опасности для наших жителей, для наших детей, появились новые проблемы у родителей. Конечно, жизнь меняется. Но и каковы эти изменения? Ну, что бы я хотела вот в нынешнее время сказать. Появилась у нас серьезная тема – это травмирование и безопасность детей в зависимости от сезонности. Если еще в прошлом году мы даже и не слышали о такой проблеме, как травмирование несовершеннолетних на тюбинге, и еще и не все и про тюбинг-то, наверное, знают, а в эту зиму уже у нас серьезно появилась эта тема. Районов, наверное, 7-8 Московской области уже имеют травмирование на своей территории вот на данном приспособлении для катания с горки. Ну, а в чем причина? Это вот из самого этого тюбинга, да, его конструкция или что-то еще? И конструкция тюбинга, которая позволяет разогнать вот данную таблетку на такой скорости, на которой, конечно, ребенок, который порой и весит и менее 15 килограммов, притормозить не сможет. Родители находятся на приличном расстоянии от своего катающегося ребенка. Это при условии, что есть родители. И сами условия для осуществления катания – это места, которые, к сожалению, не приспособлены для этого. Это не исследованные и не обследованные горки. Это не исследованные и не обследованные берега рек. Поэтому вот сегодняшнее, нынешнее время нам ставят серьезный запрос на эту тему. И, наверное, уже к следующей зиме мы будем мониторировать нахождение вот таких горок для катания на тюбинге. И будем принимать меры, и будем вести массированную атаку на родителей. Чтобы родители, понимая эту проблему, как можно позже позволяли своему ребенку садиться вот на данное устройство для катания. Это зима. Сейчас у нас весна. Два года назад у нас появилась тема. Мы ее называем «Безопасное окно». Тема страшная. Ежегодно в городских поселениях, в городских округах фиксировались случаи травмирования. В этом году операция «Безопасное окно» началась на территории Московской области с 28 апреля. И планировалось окончание данной операции 28 апреля. Почему такое время было выбрано? Потому что по всей Московской области были аккумулированы все случаи травмирования, выпадения из окон. И были выявлены пики вот этого несчастья. Поэтому в апреле мы объявили эту акцию также и на территории городского округа Щелково. Это были создания роликов, создания видеофильмов. Это было участие во всех мессенджерах. Это было участие в школьных коллективах, спортивных коллективах. Мы построили работу так, чтобы эта тема звучала отовсюду. Вот наша была задача, чтобы нас услышали. Но несмотря на это, за время проведения этой акции было травмировано четверо детей. Но это в целом по области? Это в целом по области, да. С января 2019 года 15 случаев выпадения детей из окон и 4 случая, которые повлекли гибель детей. Согласитесь, это страшная цифра. А возраст какой? Совсем младенческий? Ну и не младенческий. Самый возраст от 3 и более лет. Это тот возраст, когда при открытом окне и установленной москитной сетке, ребенок видит перед собой преграду, которая как бы отделяет его от улицы. И надеясь вот на эту эфемерную преграду, ребенок на нее опирается. Это самое страшное, чего мы боимся. Поэтому вот сегодня большое внимание я привлекаю всех родителей. Акция была продлена до 1 июня. Второй этап данной акции пройдет в августе этого года. Также будем проводить массированную атаку. Комиссия по делам несовершеннолетних выступала на заседаниях деловых сообществ. Предпринимателей, руководителей предприятий городского округа Щелково. Комиссия принимала участие в заседаниях руководителей крупных торговых центров. С просьбой о том, чтобы эти информации были размещены на видном для населения месте. Ну, мы со своей стороны тогда тоже примем участие в этой акции. Давайте примем. Я предлагаю посмотреть небольшой видеоролик на эту тему, который, собственно, является, наверное, некой социальной рекламой. Да, и с другой стороны, видеопредупреждением для, прежде всего, конечно, всех родителей, ну и, не знаю, всех заинтересованных лиц. Давайте посмотрим этот ролик. Опасно думать, что окна не интересуют вашего ребенка. Что он оставит без внимания пролетающий самолет, птичку или снежинку. Ребенок следует мощному исследовательскому инстинкту. Несколько секунд, и ребенок уже на подоконнике. Москитная сетка не удержит ребенка. Крепление ее непрочно. А иллюзия опоры создается. Исключите все иллюзии. Безопасность, которую вы создаете, должна быть настоящей. Не оставляйте окна настиж открытыми, даже в сильную жару. Специальные замки или решетки на окнах значительно снижают степень риска. Уберите от окон предметы мебели, по которым ребенок может взобраться на подоконник. Держите закрытую балконную дверь. Никогда не оставляйте ребенка в квартире одного без присмотра. Ну а еще какие-то есть варианты, помимо того, что мы увидели? Все варианты у нас выложены в средствах массовой информации. Выложены на страничке комиссии по делам несовершеннолетних. Для родителей мы подготовили различные раздаточные материалы, буклеты, брошюры, которые раздавались нашими ребятами-волонтерами на улицах городского поселения. Данные буклеты размещены в библиотеках, спортивных залах, в образовательных организациях городского округа. Я так думаю, что вместе, совместными усилиями, мы добьемся все-таки безопасности наших детей. Вот с этой бедой должно все сообщество подключаться. Какая-то неразумная мама в силу своего молодого возраста, в силу своего инфантилизма, даже могут и не придать значение этой теме. Но мы обострить эту проблему обязаны, чтобы привлечь внимание наших родителей. Татьяна Борисовна, еще может быть немного о грустном. Наверное, все помнят историю, буквально недавно, уже в этом году, о том, как 13-летняя девочка ушла из дома и ее искали целых семь дней. Могли бы как-то прокомментировать подобную ситуацию? Сергей, как лучше-то и начать комментировать эту ситуацию? Эта ситуация есть сегодня, эти ситуации были у нас и вчера. Но последние два года, особенно последний год, количество детей, уходящих из дома, у нас увеличилось. Редкий случай, когда ребята уходят на такой длительный срок, но все равно у нас как бы мы взяли не качество, мы взяли количество. Конечно, это проблема-проблема. И проблема эта зависит, наверное, от климата в семье. Порой мы сталкиваемся с семьей, когда родители пренебрегают интересами детей, когда ребенок себя ощущает ненужным, нелюбимым. И порой мы видим вот в таких случаях семьи, когда родители применяют авторитарные методы воспитания, которые иногда и не могут услышать своего ребенка. Ну а что вы имеете в виду авторитарные? Это либо какие-то, не знаю, комплексы запретов, да, или, упаси Боже, физические наказания? Комплексы запретов, и не идут родители на диалог со своими детьми. То есть родители, понятно, работают у них во главе угла работа обеспечения детей материально, но порой духовная связь родителя со своим ребенком, она прерывается. И почему я об этом говорю? Я говорю, это не моя фантазия. Каждый случай ухода несовершеннолетнего из семьи разбирается на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа. А в состав комиссии входят серьезные специалисты. Это и врачи-психиатры, и работники психологических служб, и работники социально-реабилитационных служб, работники управления опеки попечительства, работники наркологического диспансера, люди, которые работают в составе комиссии длительное время и которые незамедлительно на заседании комиссии при установлении причин и условий совершения ребенком ухода дают конкретные профессиональные консультации. Порой мы предлагаем целый цикл занятий родителей и детей с психологами. К большому сожалению. Отношение к работе с психологом еще не на должном уровне. Родители еще не понимают, что жизнь сильно изменилась, и их знаний недостаточно, чтобы обеспечивать потребности детей в столь современном мире. И последний уход ребенка, мальчишка, плохо выполнил задание в классе. Домашний в школьной? Домашний, да. И задумал, что он уйдет. И он у нас ходил два дня. И ночевал он у нас и в подъезде. И хорошо его уже при возвращении на территорию городского округа около одного из магазинов увидел работник образовательной организации. Вот таким образом мы нашли. По каждому случаю мы готовим ориентировки. Это независимо от сотрудников полиции. Работники полиции осуществляют свои мероприятия в соответствии со своим алгоритмом действий. А все организации социальные, которые стоят на службе защиты детства, также занимаются этим вопросом. Мы размещаем и ориентировки. Помогают в этих вопросах волонтеры. Поэтому проходят серьезные процедуры розыска несовершеннолетнего. И каждый случай, конечно, мы разбираем и не оставляем без разбора серьезного. А вообще к тем мероприятиям, которые вы проводите, волонтеров как удается привлекать? Это какие-то, может быть, разовые акции или сотрудничают с вами на постоянной основе? Правоохранительные органы уже сотрудничают с волонтерами группы Лизы Алерт. Это уже отработанный механизм и не вызывает никакого труда. Как бы все здесь организовано уже профессионалами. Возвращаясь к атмосфере в семье, по вашим наблюдениям, вы уже 6 лет на своем месте. Я уже более 6 лет. Я на своем месте с 2004 года. То есть уже 15 лет. Да, я давно уже являюсь членом комиссии по делам несовершеннолетних. Вот тогда на таком продолжительном периоде, да, вот как меняется атмосфера в семье, как вы сказали, да, вот в лучшую или в худшую сторону? И с чем это связано, соответственно? Сложно ответить на этот вопрос. Конечно, в 2004 году, когда я вошла в состав комиссии по делам несовершеннолетних, неблагополучие носило совсем другую форму. Примерно по уровню развития дети и родители были одинаковые. Вращались в одной среде, смотрели одни видеопрограммы, имели какое-то единение вот интересов в семье. Родители там, где у нас и употребляли спиртные напитки, были и общественные организации, и парторганизации, были и местные поселковые администрации, которые работали с теми родителями, которые употребляют спиртные напитки. Но что я хочу отметить? Вы же, мы же выезжаем очень много в семьи. Вот раньше, даже если мама и употребляет спиртные напитки, это не было таким длительным состоянием родителей. И несмотря на это, мама даже в таком состоянии умела навести порядок и приготовить еду своим детям. В настоящее время мы, к сожалению, зачастую видим такое пренебрежение интересами ребенка. Даже порой блюдце у животных, у кошек и собак можно увидеть чище, чем у наших детей. Порой заходишь в дом, там антисанитария, там все пространство завалено нестиранными вещами, немытой посудой, окурками, бутылками. Вот это пренебрежение, конечно, раньше мы не видели. Даже сказать о курении. Раньше мужчины имели такую потребность и необходимость, знали выйти покурить на лестничную площадку. Да, соседям было плохо. Или на балкон. Да, но сейчас никто этого не делает, считает возможным курить при своих детях. А что маленький малыш, как может свои права защитить? Он безмолвен, он не может защитить права, а родители порой и не понимают, что они нарушают права детей. Поэтому, когда сталкиваемся с такими случаями, со случаями уходов из семьи, конечно, мы предлагаем психологическую помощь. У нас есть кому поработать как со взрослыми людьми, так и с детьми. У нас есть команда психологов в образовательных организациях. У нас есть команда психологов в социальных организациях. Это наш центр «Семья». Там профессионалы, которые длительное время, которые в проблеме, которые погружены в эту проблему и оказывают реальную помощь. Поэтому вот я сегодня хочу, чтобы родители услышали. Не замалчивали свою проблему, а наоборот, об этой проблеме надо поговорить. И есть с кем поговорить. Все телефоны на сайте комиссии по делам несовершеннолетних городского округа, Щелково. И мы всегда доступны к разговору. Очень часто звонят родители в кабинет на рабочее место, а что мне делать вот так и так. Готовы разговаривать и готовы давать советы. Конечно, то, что должен сделать родитель, мы это за родителей не сделаем. Но подставить свое плечо и оказаться рядом, и дать правильные советы, мы всегда готовы. Ну, может быть, вот таким безответственным родителям, о которых вы сказали, что и грязь, и курят в доме, может, с ними не только психологи должны работать, но и кто-то построже. Ну, кто-то построже. Конечно, все эти вещи фиксируются полиции. Существует в Кодексе административных правонарушений статья 535 «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Конечно, нерадивые такие родители подвергаются административному наказанию в той или иной мере в виде предупреждения либо в виде штрафов. Есть уголовная статья, которая также называется «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, связанных с жестоким обращением». Поэтому и наказываются родители и таким образом. И таких родителей на сегодняшний день, я вам хочу сказать, не так утрировано, не так тяжело. Но там, где родители нарушают интересы и права детей, вот мы сейчас работаем порядка 400 семей. С которыми работают те или иные службы. Очень бывают случаи, когда семья, вот прям радуемся, у нас маленькие радости, но у нас присутствуют они в нашей работе. Когда семья выходит из критической ситуации, и мы с удовольствием прощаемся с этой семьей и только наблюдаем ее на каких-то мероприятиях. То есть есть возможность от этого выйти? Есть возможность, конечно. Родителям надо просто не замалчивать проблему, а стучаться во все двери. Вместе мы все что-нибудь допридумаем. Как помочь? Давайте немножко к другой теме перейдем, но, естественно, связанной с безопасностью наших детей, скажем так, на дорогах. И здесь, наверное, роль должны играть и родители тоже, которые... Даже сейчас достаточно много социальной рекламы, проезжаешь по дороге, плакаты. Родители научите своих детей приходить дорогу, в том числе и в нашем городском округе, конечно, это тоже присутствует. Вот все-таки детский травматизм довольно часто встречается на проезжей части, так и скажем, в том числе и даже не только на дорогах, но и во дворах, к сожалению. И, тем не менее, вот мне режиссер говорит, что у нас есть первый звонок от наших зрителей. Давайте, как всегда, приоритет нашим зрителям послушаем, потом продолжим разговор. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Я мама 13-летнего мальчика. У нас в последнее время у него пропала мотивация к учебе, ему ничего не интересного, он не хочет ходить в школу, все время сидит с компьютером. Ну, как бы раньше он много очень читал, а сейчас вообще книжки забросил и спорт забросил раньше, мы занимались спортом, в общем, ничего его не интересует. Вот, хотелось бы послушать мнение, ну, что мне делать, как бы, чтобы с ребенком не ругаться и не потерять его доверие и найти какой-то контакт, помочь ему выйти из этой ситуации и как-то мотивировать его на какую-то цель в жизни. Спасибо за вопрос, Татьяна Ворисовна. Что скажете? Ну, 12 лет еще такой не самый страшный переходный возраст. Вопрос так вопрос. Вот задала просто, а вопрос один из сложнейших. 12 лет. Во-первых, уважаемая мама, вот без обид. Первое, что нужно сделать, это взглянуть нам с вами на себя, на родителей. Что изменилось у нас в семье? Может быть, где-то и из семьи пошел толчок. Это первое. Второе. Компьютер. Вот про компьютер я что вам хочу сказать. Ваше право и ваша законная обязанность обеспечить безопасность ребенка при общении с мессенджерами и с этими устройствами. На сайте Московской областной комиссии есть такой раздел, который называется «В помощь родителям». И вот там очень интересная публикация автора. Она так и называется «Медиаграмотность». Там очень интересные разделы для родителей и очень хорошие подсказки. Вам автор данной публикации, она на 50, наверное, на 60 страницах, говорит о том, что в компьютер вашего ребенка можно установить различные программы, которые автоматически будут показывать то, что компьютер не загружается, а это уже работает фильтр, то есть ребенок не увидит те программы, которые ему не надо увидеть. Есть такие программы, которые прекращают нахождение ребенка в сети, которые говорят, что нет связи с сетью. Я вам говорю упрощенно, но очень рекомендую вам, мамочка, и всем, кто нас слышит, зайти на сайт Московской областной комиссии и в помощь родителям, там методическая рекомендация эта размещена. Очень интересная. Она очень интересная даже и для нас с вами, взрослых, почитать. Потому что мы с вами в вопросе медиаграмотности, конечно, от своих детей отстаем. Но как бы не стыдно было бы в этом признаться. Так, теперь как мы будем мотивировать своего ребенка, который и бросил из спортивной секции, ничего ему не интересно. И не читает ничего еще. И не читает. Ну, значит, во-первых, мы с вами одеваем самый красивый свой спортивный костюм и выбегаем на пробежки вместе с ребенком. Сын, ты поддержи меня. Я вам грубо такие советы. У меня проблемы, без твоей помощи ничего не будет. Здесь ваш ребенок, может быть, почувствует надобность вот в таком серьезном для мана вопросе. И вот таким же образом в дальнейшем вы и действуете. Ну, также я вам предложу и школьных психологов. Посмотрите обязательно, что в школе. Может быть, в школе что-то у вашего ребенка изменилось. И всю когорту психологов городского округа Щелково я вам предлагаю. Очень полезные и очень нужные занятия, которые на самом деле помогают. Помогают немножко перестроиться нам с вами, взрослым. Ну, и детки за нами потянутся. Вот такое, конечно, я по мгновению волшебной палочки ничего сейчас вам не решила. Но вот какие-то подсказки я вам дала. А про медиаграмотность всем рекомендую почитать. Ну, а вот еще, возвращаясь к вопросу нашей зрительницы, да, говорит, что раньше читал, достаточно много читал, да, сейчас совсем перестал, но опять же, это связано с компьютером. Ну, а вот как мотивировать к чтению? И вот такой, может быть, немножко даже личный вопрос. Ваше отношение к электронным книгам. Насколько они заменяют книги настоящие? Вот это личный вопрос. Можно ли это заменить? Ну, именно касательно к детям, конечно. Поэтому, конечно, я сразу вам скажу, что для меня эта электронная книга не заменит живую книгу. Вот к большому счастью родители как-то могли меня приучить. По несколько раз за свою жизнь прочитала одни и те же произведения. И, конечно, и в жизни было легче, и с грамотностью было легче. И любые уже неправильно написанные слова можно было воспринимать на слух. Как приучить ребенка? Не могу сказать. Давайте думать будем все вместе. Давайте будем все вместе думать. Не обязательно нам начинать с каких-то там огромных произведений. Какой-то поучительный рассказ. Какие-то вот небольшие навылы, которые можно было бы обсудить всем вместе. Вот тут нет ответа. Думайте вместе с ребенком, со своим. Спасибо, Татьяна Борисовна. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации городского округа Щелкова Татьяна Васильева. Телефон напрямого эфира 567-1440-567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы, а мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации городского округа Щелкова Татьяна Васильева. Еще раз. Здравствуйте, Татьяна Борисовна. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440-567-1450. Но мы продолжаем наш разговор. Вот тему, которую уже подняли в первой половине нашей программы. Это безопасность наших детей на автомобильных дорогах. Начнем с них, особенно сейчас уже не за горами летние каникулы. Естественно, сезон велосипедов, самокатов и прочих средств передвижения. Там, где ездят автомобили, как нам обезопасить наших детей. Сергей, зацеплюсь за вашу фразу. Мы с этой фразой ушли на перерыв. Что родители, научите своих детей переходить дорогу. Я вам сейчас буду возражать. Мне хочется обратиться к детям. Дети, научите ваших родителей, ваших бабушек переходить дорогу. Огромная армия педагогов, специалистов, работников ДПС, общественных организаций работает с нашими детьми по разъяснению правил дорожного движения. А с родителями не работает? А с родителями не работает никто. Вы посмотрите, только что творится на улицах города. Вы посмотрите, бабушкам мы доверили ребенка утром отвезти в детский сад. И бабушка уже не насмотрит ни на что, ни на своего ребенка. Ей главное побыстрее проскочить через дорогу. Поэтому это вопль в моей душе. Уважаемые родители, прислушайтесь к своим детям. Ваши дети знают, как правильно переходить дорогу. А когда вы, имеющие жизненный опыт, способные сопоставить скорость автомобиля с вашим нахождением на дороге, в нарушении правил дорожного движения проводите своего ребенка, вы не помните о том, что у вашего ребенка нет такого жизненного опыта. И он не понимает, с какой скоростью к нему приблизится машина. А у него откладывается стереотип, что я же с бабушкой или с мамой шел на красный свет. Значит, и мне, наверное, можно попробовать. Я призываю вас, уважаемые родители, уважаемое родительское сообщество, берегите своих детей. У наших с вами детей до автоматизма должно быть выработано только переход дороги на зеленый свет. Вот прям ждала этого эфира и хотела обратиться ко всем. И большая просьба в своих встречах, в своих каких-то семейных посиделках эту тему обсудить и передать из уста в уста. Только вот всем сообществам мы с вами изменим это. И дети наши будут целые на дороге. Спасибо, Татьяна Борисовна, спасибо за обращение. Клин души. Я думаю, все, кто нас смотрит в данный момент или потом посмотрит в записи на сайте нашего телеканала tv41.ru и услышит ваш призыв. Но продолжим тему. Тогда вот уже достаточно подробно поговорили о пешеходах, как выясняется. Не все родители выполняют правила дорожного движения касательно перехода через дорогу. Но теперь немножко коротко, наверное, поговорим о родителях, водителях. Уж извините за такой каламбур. Я хочу сказать, что не все, опять же, выполняют правила перевозки детей, особенно малолетних, в автомобилях. И спасибо нашему отделу ГИБДД, безопасности дорожного движения, который регулярно проводит рейды под названием «Детское кресло», и в которых тоже принимают участие сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Предлагаю посмотреть короткий видеосюжет о том, как проходила эта акция в начале весны. Не ленись, пристегнись сам и не забудь о ребенке. Таков девиз акции «Детское кресло». Ее уже традиционно проводят сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Щелковская». Такая акция проводится ежемесячно. По определенному графику у нас мы предварительно также информируем участников дорожного движения, что такие акции будут проводиться. Наша цель не то, что выявить, кого-то наказать, а именно показать, что дети должны быть пристегнуты. Нарушители на этот раз не журили строго, а лишь напомнили, посадить ребенка в удерживающее кресло или пристегнуть его по достижении 7-летнего возраста просто необходимо. Это позволит избежать несчастья или хотя бы уберечь от самых плачевных последствий. На этот раз к акции присоединились и наблюдатели из отдела по делам несовершеннолетних. У нас в комиссию нередко приходят материалы из полиции за то, что водители нарушают данный закон, не соблюдают в полной мере, не отдают себе отчет, что дети повышенную травмоопасность имеют в автомобиле, то есть не пристегивают, дети без кресел детских ездят, что, разумеется, неприемлемо. За это нас на комиссии, на наших петелах несовершеннолетних, мы проводим беседы. Ну, если честно, скажу, сам присутствовал на этой акции. И в дополнение могу сказать, что как раз не только речь шла там о безопасности детей на дорогах, но и распространяли ваши сотрудники листовки, связанные как раз вот, наверное, уже подоспевшие акции «Безопасные окна». Сергей, а я вот добавлю. Вот все наши слова сказаны здесь, и слова сказаны специалистам на экране, они же не просто так взятые. Вот что хочу, то говорю. У нас ежеквартально в отделе по делам несовершеннолетних аккумулируется информация о травматизме и гибели несовершеннолетних городского округа Щелково. У нас тесные взаимодействия с сотрудниками ДПС и обмены информацией у нас гумновенные. И по каждому случаю травмирований несовершеннолетних у нас устанавливаются причины. Был ли у нас ребенок в кресле, приспособленном для его перевозки, применялись ли надлежащим образом водителям все надлежащие меры для обеспечения безопасности. Поэтому мы говорим с полной ответственностью. Мы этой темой владеем. Ежеквартально выносим на рассмотрение заседаний комиссии целевой вопрос о мерах по предупреждению травмирования несовершеннолетних в городском округе Щелково. В предложение темы безопасности детей на дорогах перейдем от автомобильных дорог к железной дороге. У нас одна ветка, но достаточно протяженная. Стоит только сказать, что в черте только одного города Щелково у нас шесть железнодорожных станций, которые, естественно, каждый день... На самом деле, эфир-то с вами, не загадывай, получился серьезный в преддверии летних каникул, в преддверии того времени, когда в школу уже ребенок не пойдет, останется дома один, родители уйдет на работу. Здесь у нас на самом деле возникает сегодня очень серьезная тема. В том числе это и травматизм на железной дороге. Чем он будет повышен вот именно в это время? Наши выпускники поедут в ближайшие города для поступления в колледжи, для поступления в институты. Конечно, все это будет связано с той ситуацией, когда постросток что-то просмотрел, время будет торопиться, некогда купить билет, где-то забыл на, извините, на столике, деньги для покупки билета. И отсюда у нас начинаются всякие неприятные ситуации, когда дети вынуждены проходить железнодорожные пути в неустановленных местах. Если сегодня мы с вами ушли немножко от катания, да, на крышах, вагонах, на сцерках... Это такая некая бравада была, да, вдруг перед другом. Несколько поутихло, хотя со страхом произношу, уже стало суеверной. То вот тема прохода железнодорожных путях в неустановленных местах, она очень серьезна. И серьезна она с чем еще? С тем, что у нас с вами курсирует скоростной поезд «Рекс». Кто взрослый меня сейчас слушает, вот как-нибудь сопоставьте. Он возникает в твоем ухе ниоткуда. Его нельзя расслышать так рано, как ты можешь расслышать электричку. «Рекс» вот он здесь. А у наших с вами детей еще одна опасность – это наушники. Сегодня категорически призываю родителей убрать этот гаджет из-за пехода ваших детей. Наушников на железной дороге быть не должно. уговаривайте, убеждайте. Но чтобы наши дети надели наушники только в электричке. А при подходе к железной дороге, чтобы наши дети находились в безопасности и чтобы они могли реагировать на любую возникающую вокруг них ситуацию. Вот о чем тоже сегодня и хотела сказать. К наушникам добавлю еще капюшоны. Капюшоны. Очень популярные у молодежи, которые действительно закрывают зону. Даже без наушников ты можешь не услышать. Вот опять же тот же поезд скоростной. Еще в качестве иллюстрации хочу предложить нашим зрителям посмотреть видеосюжет о том, как взаимодействует отдел по делам несовершеннолетних с транспортной полицией на железной дороге. Давайте посмотрим. Уж сколько раз твердили, будь бдителен на дороге, и железная дорога не исключение. К сожалению, далеко не все понимают важность соблюдения правил безопасности на ЖД-путях. Прогулка вдоль рельсов, то ли романтика, то ли просто привычка, в любом случае решение игнорировать тротуары и другие пешеходные зоны – беспечность. И что уж говорить про трейнсерфинг. Правда, к счастью, это уходит в прошлое, а зацеперов становится меньше. Если брать статистику, с 2017 года гораздо меньше стало правонарушений, в том числе зацеперов, так называемых. Регулярно проводим беседы в школах, в колледжах с несовершеннолетними, разъясняем им порядок проезда, правила поведения. Я думаю, что это дает результат. Так сотрудники отдела по делам несовершеннолетних администрации городского округа Щелково совместно с правоохранительными органами и общественными деятелями провели рейд безопасность. Профилактическое мероприятие организуют ежеквартально. На этот раз ловили правонарушителей на платформе «Воронок». При выявлении или даже доставлении в отдел полиции с ними проводится, в первую очередь, с ними и с их родителем проводится профилактическая беседа. Если подросток достиг возраста, привлечения к административной ответственности, то есть ему уже есть 16 лет, то на него составляется протокол в соответствии с той статьей, которую он нарушил. Если ему 16 лет нет, то просто берется объяснение, вызываются обязательно родители. С родителей также берется объяснение, они у нас их забирают под расписку в целости и сохранности. Далее материал, собранный на несовершеннолетнего, направляется в комиссию по делам несовершеннолетних, где уже принимается по данному материалу, по данному подростку решение. Вот все замыкается на вас, как сказал нам сотрудник полиции, да? Материалы направляются в комиссию по делам несовершеннолетних. Ну а дальше что? Какое наказание ждет? И не слишком ли оно может быть строгое будет, особенно если учесть, что предстоит заканчивать школу, поступать, может быть куда-нибудь еще? Ну, как правило, проход железнодорожных путей влечет за собой небольшое наказание, предупреждение, либо небольшой штраф. Но комиссия, вот это опять же не один отдел по делам несовершеннолетних. Я вам вот в начале нашей передачи рассказывала, что целая армия специалистов работает. Ну понятно, из разных сфер, которые так или иначе касаются жизни ребят наших. И вот эти ребята, которые у нас были привлечены к административной ответственности, говорила и говорю о том, что не так страшен учет, не так страшно то, что мы за ним определенное время будем наблюдать, чтобы мы увидели, что его поведение изменилось, и отношение к этой теме изменилось. Как страшно то, что мы можем потерять в своем сообществе человека. Поэтому зачастую у родителей бывает неправильная ситуация. Ой, а что будет, а что будет? Давайте радоваться тем, тому, что наш ребенок рядом с нами, жив и здоров, и думать о том, чтобы такая ситуация не повторилась. Это вот к вопросу серьезности о привлечении к ответственности. Эта ответственность должна быть очень серьезная. Вот здесь мама, папа, родители не должны охать, ахать. А что ж с учетом, а не помешает ли это поступить в институт, не помешает. Ничего вашей успешной жизни не помешает, если ваш ребенок будет жив и здоров. Давайте вот трезво и реально взрослее, чем наши дети, смотреть на все эти темы. Ну, теперь, наверное, поговорим немножко о тех, кто в силу тех или иных обстоятельств все-таки приступил закон, будь то административное законодательство, может быть, даже уголовное, к сожалению. Как с ними ведется работа? Уже здесь должны быть найдены какие-то пути исправления. Ну, вот работа с несовершеннолетними, которые вступили в конфликт с законом, подход к этой теме меняется со временем. У нас либерализовано наказание за совершение тех или иных преступлений и правонарушений. И зачастую тогда, когда дети у нас уходят от наказания за то или иное преступление, конечно, они не чувствуют, они быстро про это забывают. Это немножко мешает в работе. Но, несмотря на это, мы подключаем все социальные институты в работе с этим подростком. Для этого объединяется все сообщество проохранительных органов и комиссии по делам несовершеннолетних. Чем раньше мы узнаем о том, что подросток у нас совершил преступление, тем раньше мы выйдем в эту семью, познакомимся с родителями, что послужило причиной. Может быть, родители ведущие социального образа жизни, может быть, ребенок непрекаян, и нет у него интереса вообще в жизни, потому что он утратил его с такими родителями. Нам надо будет посмотреть, как организован его досуг, уходит ли он в секции, в кружки. Вот эта территория на территории городского округа очень велика. К услугам наших подростков огромное количество секций спортивных, огромное количество кружков, музыкальный школ, спортивный школ. Вот это все, что мы должны применить к подростку, который вступил в конфликт с законом. Для чего? Для того, чтобы во время расследования, тогда, когда мама и папа начинают думать только об одном, как нам уйти от ответственности, мы уже думаем о том, чтобы ребенок у нас повторно не был втянут в эту ситуацию. Нам надо найти истоки. А как получилось, что он был втянут и попал в совершение преступления? Это очень важная тема. Мы еще вернемся к этому разговору, к этой теме. У нас просто есть звонок еще одного нашего зрителя. Давайте послушаем, Татьяна Борисовна, вы ответите. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Моему сыну 16 лет, у них в школе была беседа с представителями администрации, где ему сказали, что он может находиться на улице без сопровождения взрослых только до 23 часов. Я иногда возвращаюсь домой позже, до 23 часов, где-то полдвенадцатого. Может ли он меня встречать на автобусной остановке после вот этого указанного времени по закону? Спасибо, очень актуально. Да, очень актуально. И вот прям спасибо мамочке, которая позвонила. Это вот та тема, которую сегодня необходимо было нам озвучить. Да, на территории Московской области принят закон Московской области номер 148. Называется он о мерах предупреждения и причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области. Данным законом четко предусмотрено с 23 часов до 6 часов утра несовершеннолетний у нас не может находиться без законного представителя либо без ответственного лица проводящего мероприятия, в котором участвует данный ребенок. Это совершенно верно вам. Сын донес вот эту информацию до вас. Мам, давайте будем искать, конечно... Компромисс какой-то, наверное. Компромисс, да. Закон нарушать мы не будем. Покуда он дойдет до того места, где он вас встречает, он много раз может подвергнуться опасности. Это и темнота, это не добрые люди, это люди, ведущие социальный образ жизни. Вашему ребенку даже вздрогнуть вот в такой ситуации, я считаю, не нужно. Пусть он находится дома в безопасности и спланируйте как-то свое возвращение с работы, конечно, с коллегами по работе, с подругами, но закон я вас очень прошу не нарушать. Он же написан был не просто так. Была проанализирована вся ситуация по Московской области. И это тоже не сказка, это тоже реальная статистика, когда дети, находясь в ночное время без присмотра родителей, попадали в различные сложные ситуации, когда дети становились жертвами преступлений. Поэтому это очень важный закон, и сегодня я про него еще раз произношу. Завтра у нас, послезавтра, 23 мая, у нас прозвенит последний звонок. Уважаемые родители, это то, с чего мы начинали сегодняшнюю передачу. Микроклимат в семье, доверительные отношения в семье. Вот вы сегодня и завтра у вас есть время узнать, «А куда это моя дочь собирается после тех мероприятий, которые пройдут на территории школы? А как я могу в этом поучаствовать? А как я могу защитить своего ребенка?» Ну, не получите информацию от ребенка, созванивайтесь с подругами, с родителями. Но вы должны быть рядом, чтобы дети у нас не пошли купаться, когда радость захлестывает. Или выпивать, может быть, уже в таком возрасте. Или приобретать спиртные напитки. Поэтому очень прошу вас к этому вопросу сегодня всем их вечером обсудить. Да, вот попался вам сегодня такой вот представитель администрации, который говорит только и учит, и учит вас. Ну, не часто бываю в эфире. Поэтому обращаюсь так же, как обращалась бы к своей родной сестре, к своей родной дочери. В наших с вами руках безопасность наших детей. Ты вот возвращаясь к вопросу нашей зрительницы. Это значит, до 18 лет я не могу до 23 часов гулять? Да, с 23 часов до 6 часов утра. У нас поступают материалы в комиссию по фактам, когда у нас родители крепко спят ночью, а подростки, сговорившись на цыпочках, выходят из квартиры и находятся в общественных местах в 4 часа утра, в 3 часа ночи. А родители узнают о том, что ребенка нет рядом в кровати, только после звонка из отдела полиции, что у вас сын доставлен в отдел полиции, и устанавливается его личность, и устанавливаются законы представителей несовершеннолетнего. Вот здесь тоже надо понимать, как так? Ну, надо с ребенком разговаривать. Ой, как серьезно все. Очень серьезно. Я думаю, как-то в 17 лет бывал, всю ночь гуляли оленью. Ситуация совсем другая была. Вокруг наших с вами детей. Вокруг наших с вами детей не было интернет, не было телевидения, не было столько искушений, не было столько дурных примеров. Ведь жизнь у нас сейчас с бешеной скоростью мчится, и мимо ребенка калейдоскоп событий, и надо увидеть и попробовать это. А я вот это увидел, а другу я увидел это. И вот новая игра в интернет – спрячься. И новая игра в интернет – пойди, укради, чтобы тебя не поймали. Опасностей для детей очень много. Поэтому раньше этого не было. Сейчас в нашей жизни это присутствует. И мы, родители, должны соответствовать. Я еще раз повторяю. Мы с вами имеем огромный жизненный опыт. Поэтому законодательством и предусмотрена ответственность родителей за наших детей. Спасибо, Татьяна Борисовна. Время прилетело как-то незаметно. Мы даже не дотронули тему помощи работы отдела по делам несовершеннолетних, тем семьям, которые нуждаются в помощи. Но в любом случае мы со своей точки зрения, со своей позиции телевидения всегда снимаем эти мероприятия и доносим их до нашего зрителя. Время подошло к концу. Спасибо тем, кто позвонил нам в эфир. Спасибо вам, что вы так трепетно, так искренне обратились к родителям о том, как нужно общаться со своими детьми, которые еще пока что не достигли совершенно дети. Конечно, Сергей. Нас взрослых людей на территории округа, армия. Нас 210 тысяч населения. А детей-то у нас 45 тысяч населения. Поэтому вы представляете, сколько у нас сил для защиты наших детей. Спасибо большое. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня была начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации городского округа Щелкова Татьяна Васильева. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok